Получилось, так и получилось, Женей. Ну как там действительно все серьезно. Ну что, друзья, начинается у нас шестой раунд в Швейцарке. Встречаются два парня, которые не проиграли ни одного противостояния. Единственный в своем роде, поэтому давайте смотреть. Видим мы еще интересного Приста. Изи, Биг Изи, Прист Изи. Прямо сейчас, да, как его именуют в народе. И это действительно Прист, который сможет или не сможет. Вот как раз таки проверим, пока у него все хорошо. Тут тьма таунтов. Плюс ко всему есть Барнс, который, дай бог, заезжает к четвертому ходу. И для Уи Кока Сасса не банит Джей Друида. Это восхитительно, это потрясающе. Мы посмотрим еще одну катку. С Друидом? С Друидом, да. Восхитительно, потрясающе. У Друида неплохой старт. У Друида есть разгонка по Джейдам. А бывает плохой старт для Друида? Ну вообще бывает, на самом деле. Редко, но случается. Давай посмотрим. По лайнапу в очередной раз мы видим от Коку Сасса квест Мага. Мы видим там Джейд Друида. Ну, короче, лайнап, который вроде как должен контрить Дру. Да, вот такого вот приста необычного. Ну, который уже, в принципе, примелькался. Но играет он действительно хорошо с Джейдами. И Мурлок Паладин. Поэтому Коку Сасса у нас и не банил Друида. Его лайнап заточен на то, чтобы неплохо с ним играть. Ну и далее. Далее идет шестерка. Нужно прямо сейчас вытаскивать что-то увесистое. И далее... Ну это не то. Это не то. И Зера, это, конечно, классная карта. Ну не скажи. Сейчас зачистку с И Зеры можешь получить. Окей. Дело в том, что это будет просто я тебе в лицо ходил. Понимаешь? Ну знаешь, лучше и Зера, чем, я не знаю, какой-нибудь Таус. Нужна стенка. Нужна была стенка, обсидиановая статуя. Либо король Лич, либо Ишарадж, который принесет что-то подобное. Нет, я не спорю, но могло быть хуже. И Зера это не самый худший вариант. Худший вариант это Барнс. Такой, эй, ребята, вы меня ждали. Мы тебя ждали, но с Ишараджем с тебя они... И вот в моменте, когда ты не банишь Джей Друида... И тебе просто будут сейчас бить лицо. И бьют. Бьют, больно бьют. Сколько? Вот просто по урону посчитаем. Уже сейчас сколько? Да, седьмой ход. Сколько здесь? 15, 6, 21 единица. Что ты сделаешь? Не, ну допустим, ты сейчас можешь отдать слово тьмы, смерть, Джейда, сыграть, заклинание за 4 маны на призы. А это летал, понимаешь, в чем дело? Вот если ты сейчас обсидиановую статую не тащишь, которую у тебя одна в руке лежит, это летал. Ну вот, вечная... Опять Зера. Что, какая ВП? Love Hearthstone. Быстрая партия, первая для Друида. И история с контроль Друида уже второй раз не взлетает. Зато история... Ну вот Уя, по идее, тоже должен оставлять Друида. То есть он контрит своим лайнапом Друидов. И мы сейчас посмотрим, будет ли играть Кокасасом Друидом. В бане у нас Воин и в бане у нас Друид. Для Кокасаса в бане Друид, для его оппонента в бане Воин. То есть у нас остается Друид и Жрес для победителя, ну а для его оппонента, для Кокасаса, остается Паладин, Воин и еще последняя колода. Но об этом чуть-чуть попозже. Да, но Друид все-таки здесь не Таунт Воин, поэтому нормально. Я тебе в лицо ходил. Вот три мониторчика мы видим. Все здорово. Окей, включаемся. Том пока проигрывает свое противостояние. Кевин Хорроу пока 0-0. И Тансоку Матчамп тоже 0-0. В целом мы видим, что нашел тут и противостояние Криба против Тома. Я думаю, наиболее интересное для нас, потому как знаем мы Тома лучше всего. Нашел уже практически все. Криба у Тома Гул'дан не приходит к 10-му ходу. Ну да, дела у него идут, мягко говоря, не очень хорошо в противостоянии Тома. Но пока не нашел еще обилку. Сверху мы можем наблюдать Хорро против Кевина, где просто Мурлок Паладин бьет лицо Квестаунт Воину, и Квестаунт Воин ничем не может ответить. Я думаю, что одна из этих партий станет для нас следующей, которую мы посмотрим после противостояния фаворитов этого турнира. Здорово, что можно вот так вот наблюдать сразу же за несколькими своими любимчиками, потому как для нас все-таки есть некоторый железный занавес по отношению к Азии, по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Мы больше привыкли наблюдать за Европой, за Америкой. Но это факт. Это такие более центральные, более медийные регионы. Если на то пошло, лично мне... Я этих ребят по большей части не знаю. То есть... Да их никто не знает, но будем откровенны. Мы знаем только именитых ребят. Также мы знаем тех ребят, которые играют на турнирах от Blizzard. То есть даже мы, как комментаторы, знакомы с чуть большим количеством людей, чем обычные пользователи. Обычные зрители, посетители Twitch'а, они большинство даже профессионалов-то не узнают. Да и в конце концов нам интересно все-таки, ну конкретно вот мне интересно больше американская-европейская мета, потому что именно в этой мете мы постоянно смотрим турниры. Именно эту мету мы комментируем. Но тем круче выглядят азиатско-тихоокеанские отборы, потому что это некая изюминка за долгий промежуток времени, где ребята могут показывать нестандартные лайнапы, нестандартные колоды. Интересный подход к игре, бывают запоминающиеся моменты. Это круто, это изменения. Я очень грущу, если честно, что мы не видим голд-серию китайского региона, потому как там, как правило, происходят неимоверно сильные вещи. И вообще в целом эта голд-серия, она заслуживает внимания, потому как уделяются деньги там весьма солидные. И это выходит наравне с Близконом. Там, по-моему, один из самых таких турниров. По секрету, игроки мечтают попасть на этот турнир. Игроки из Америки, из Европы. Несмотря на то, что он проводится, собственно, в Китае, эту страну многие европейцы и американцы не особо любят, потому что специфическая пища, специфический климат. Но этот турнир настолько привлекателен, что, собственно, вот эти все минусы сходят просто на нет. На секундочку, это свой собственный Близкон в какой-то степени, потому как, друзья, вот мы сейчас смотрим за отборами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, смотрели не так давно за европейскими отборами, и там за победу в турнире не давали, на секундочку, ничего. За победу в голд-серии, которая является выходом на чемпионат мира, на этап чемпионат мира, вот как раз конкретно в Калифорнию, четверка финалистов разыграла 30 тысяч долларов на секунду, да, вот так вот. Нет-нет, а все равно приятно. Первое место забирает 15 тысяч, второе там уже в два раза меньше, и так далее. Ой, это Виагра-Паладин. Ну, я, красавчик. Вот они, мелкие сошки. Ну и как же играет эта колода, посмотрим. Просто, в свою очередь, еще и для Кокосаса рука слабенькая. А этот жрец начинает играть только на четвертый ход. Ну вот сейчас на четвертый ход, сейчас пробафик какой-нибудь зайдет. И то, если тебе зашел Барнс, если Барнс тебе не зашел, ты играешь не просто на четвертый, ты играешь на шестой. Не, ну для Паладина пробафы они пока не залетели. Божественную милость мы отыграем прямо сейчас, чтобы добрать побольше карт. Слабо, слабо, но... Ну а вот и печать уже прилетает. Плохие карты приходят. Еще одни мелкие сошки. Тарим, конечно, круто заезжает под шестой, но тебе надо как можно больше урона внести до пятого хода. И, к сожалению, тебе заходит статуя прямо сейчас, поэтому шанс получить вторую очень низок. Судя по лицу, там что-то очень плохое. Это ишарадж. Это ишарадж, который тянет что? Ишараджа! Хорош. О, боже мой. Причем дело в чем, смотри, в руках у нас две провокации и изера. Он всех существ. Это вот самое плохое, что может быть для подобного жреца, для подобного концепта. Ты тащишь всех существ на старте, и тогда шестерка твоя становится бесполезной картой в принципе, потому что она не призывает из колоды никого. Ишарадж, это, конечно, круто, но... Но выглядит это мощно, несомненно. Но твой противник играет на агроколоде, которому плевать на ишарадж. Но он пока не так много урона тебе внес. Вот в чем плюс. У него слабый стол, одна твоя зачистка, и это неплохо сыграно. Плюс ишарадж, помимо эффекта, это еще и тушка 10-10. Должна быть статуя вторая сейчас. Это максимум существ, два и статуя. Окей. Это вот статуя, это уже беда. Все, существ больше в колоде нет. Я думаю, что нужно перемещаться к следующей партии. Но просто у этого паладина, опять же, у него огромное количество позитивных моментов, но у этой колоды много недостатков. Я думаю, что сейчас мы максимально выставляемся. На следующий ход играем Тарима. Я не очень верю в то, что мы сейчас пойдем в какие-либо зачистки. А что делать? Тебе же как-то придется проходить провокации. То есть тут просто все мы вливаем. Дело в том, что у этой колоды даже сайленса нет, чтобы пройти обсидантовую статую. То есть тут нет даже возможности засалить. Поэтому я и говорила, что у этой колоды, несомненно, плюс она может очень быстро и агрессивно открыться. Но слабость этой колоды в том, что если выходят сильные существа, таунты с предсмертными хрипами, все. Тебе только разбивать стол. А у тебя стол не такой и сильный. И вечное служение мы сможем сыграть лишь на следующий ход. Призвать вновь взяновую статую. Но вот я не знаю, прочувствует ли этот момент Уя. Даже ВТ уезжает здесь. Улетает в... И Шарадж продолжает бить лицо. И Шарадж больше никого не призывает. Что же важно? Здесь Тай Рима. Мы забираем из Шараджа. А стоит ли? Так, все-таки забираем. Не хотим получить немоту. Просто пробиваем все по лицу. Слушай, ну смотри-ка, смотри, какой рывок паладин совершил. О, второе вечное служение. Это Голдфиш просто уже дальше. Ну вот первые три существа, это больно для жреца. Так они и проигрывают. Барнс, который приносит из Шараджа, это круто. Ну что вот делать сейчас против псидиановой статуи? Каждый удар это хил на 4. Пытаемся найти какой-то пробаф. Окей. Нас интересует. Печати, наверное, на следующий ход. А, ну матроса мы не сыграем, потому как он не побежит. Да, это два удара, это плюс 8 единиц здоровья. И... А зачисток-то пока все еще нет. Есть вечное служение, еще одно. Пойдет. Улетает здесь еще и... Просто рвется к лицу неистого паладин. Андуин. Украденные мысли, которые не приносят абсолютно ничего полезного. Нужно ли было играть украденные мысли? Ты мог, например, хил использовать. Ну толку тебе от этих двух первых дропов? Не знаю. Просто насыщали руку разве что. Ну, с какой-то определенной целью, я думаю, играл все-таки. Ну просто смотри, что ты можешь у агропаладина своровать такого, чтобы тебе пригодилось? Смотрим, что там есть, что вот действительно поможет. На 7 кристаллов маны. То есть что тебе могло такое зайти? Не, на 3. Точно на 3, потому что вечное служение там 100% должно было быть сыграно. Это точно. Нет, ну я не спорю, на 3. Что ты мог такого найти? Объединяющий клинок не подходит. Мелкие сошки тоже не тебе в кассу. Разве что синопологниус, как вариант. Может быть, да, синопол, но объединяющий клинок-то в целом тоже не так плохо. Ты выбираешь урон со стола, и твоя статуя продолжает давать тебе добор. Ну, не спорю. Но наступает тот момент, когда ты можешь сыграть только короля леча. Это еще одна стенка, на 9 ход у тебя еще одна статуя. И нематой мы уничтожаем способность корсара бить. В общем, я думаю, что в тот момент были сыграны украденные мысли, потому что в дальнейшем, банально, могло не хватить на них времени. А на тот момент у тебя было 19 единиц здоровья, у тебя была весьма неплохая ситуация, и свободных 3 кристалломаны на украденные мысли. Так. Объединяющий клинок, который бафует у нас синопологниусом. Синопологниусом. Синопологниусом плюс сквайра. То есть, итого мы получаем пятерку. Можем неплохо разменяться. Я думаю, что восьмерку мы даже примем лицом. Причем у нас есть матрос с рывком и еще и пробаф. И знает прекрасно о том, что обсидиановая статуя будет следующим ходом. Потому как Шарадж ничего не принес, один ход, и все существа просто в руке. И ветеран Акеруса у нас пойдет на синопола, добавляя ему еще одну единицу атаки. Да, лицом принимаем и будем отдавать. Ну, мне кажется, что как-то без зачисток здесь не разобраться. Это точно. И мы все свои предыдущие зачистки отдавали на то... Вернее, темное видение отдавали на раскопку заклинаний в темп. То есть на вечность... О, зелье драконевого огня, насколько я вижу, да. Ничего себе, оно там залетает. Ты глазастый. Хорош. Уже на подлете просто замечаешь, что за карты приходят. Очень здорово зашло. Ну и вот тебе, пожалуйста, Корсар. Вот, да, Корсар, который сыграл. Вот зачем были сыграны украденные мысли, чтобы... Только Саса там просто танцует. Пошел в отрыв такой... Е-е-е-е, победа. Ну, я думаю, что это действительно победа, потому что дальше пойдут уже... Пойдет тяжелая артиллерия, и Зера, Рыцарь, и Обсидантовая статуя. Если противник не будет забирать этот стол, он еще и пробав получит. Ну да, заклинание за четыре. Пока рано радоваться, на самом-то деле. Должна идти статуя сейчас, и астральная плеть, сколько я вижу. А нет, нет, это слово тьмы ужас. Дал сбой твой радар. О, да. Ну, не похоже. Смотри, слово тьмы ужас прямо сейчас забирает весь стол, но в этой партии... Ты свою теряешь. Да. Это партия. Ну, или зелье, и все. Это партия, определенно. Ну, три карты остаются в колоде. У-у-у-у-е. Не, ну ход, конечно, с шраджами в количестве двух штук был неплох. Да уж. Очень неплох. Вот представьте еще раз всю ту же ситуацию, но если бы Барнса не было. Он бы просто не дожил до шестого хода. То есть тебе надо сыграть какое-то существо. Он бы не вытащил партию. Ему даже при том, что и шрадж тянул нужные карты, пришлось отвлекаться на обсидантовую статую, сливать туда кучу урода. Даже в этом раскладе приз был достаточно близок к тому, чтобы погибнуть. И какое количество я видел стримов на тему того, где же Барнс. То есть сейчас, я уверен, наверняка многие играют на МЖЦ, смотрят вообще механику, как работает колода. Все ждут две карты. Это Казакус, вернее, Аразу и Андуина Темного. При игре вот на такой колоде ты ждешь Барнс. Барнс, где ты? Барнс, ну почему ты не приходишь? А когда он приходит, то он тянет тебе... Ну, Барнс плохого не может принести, в принципе. Потому как ты в любом случае... Ну, ты добавляешь таким образом колоду. Не, ну понятно, но в любом раскладе при самом неудачном стечении обстоятельств тебе обязательно придет то, что под эту ситуацию не подходит. То есть тебе нужна провокация, и тебе пройдет второй Ишарадж. А ты должен тогда не класть Изеру. Вот вспомни сборку от Чехов. У них в колоде не было Изеры. У них полностью колода была направлена на то, чтобы бороться с агрессией. У них было там три провокации. И Ишарадж. То есть Барнс, три провокации и Ишарадж. Неплохо. Вот так вот. Две обсидиановые статуи, король Лич и Ишарадж, которые могут одну из этих карт принести в дальнейшем. То есть вот он весь геймплей, весь... Вся сложность и хитрость игры. Да, весь смысл игры. Но вот если тебе приходят все существа в руку, ты не можешь сыграть ни вечное служение, ты не можешь сыграть ни карту, которая воскрешает... Ну, существо из колоды. Или не воскрешает, а просто дает тебе существо из колоды, потому что у тебя существа в колоде больше и нет. И пробовала я редакция эти, откровенно говоря, но весьма ситуативно. Насколько мы видим Кокусаса, просто бахает. Мне казак-ужжирец заходит на порядок лучше, но это, опять же, мои предпочтения. Мои предпочтения очень специфичны. Я люблю казак-ужжиреца. Ну, откровенно говоря... Кто-то любит сайлент-ужиреца. Кто-то любит биг-жиреца, вот, например. Ну, вот большой жирец подобный, он в самом начале играл даже в плюс против казак-ужирецов, а позже они поняли, с чем их есть. Ну, два сайленса, которые апсидантовую статую частично контрят, к примеру. Ты просто ее не замечаешь, ты ее просто салишь и бьешь в лицо. И все, дальше что делать? Песникрат, заклинание на сайленс, далее комбо и поехали. Да, да, да. Ну, то есть, есть уже варианты, ты просто сам должен знать своего врага и грамотно использовать против него ресурсы. Это круто, это самое главное. Ну что, у нас там небольшая пауза. Я так предполагаю, что в скором времени у нас начнется следующая встреча. В лайнапе у нас жирец и паладин. С этой продолжаем, да? Да, жирец и паладин, и паладин и маг. Да, глаза стоят все-таки, видишь. Кокосаса. Кокосаса, да. Веселый, такой интересный парнишка. Не, мне понравилось в конце он такой. Топит, топит за свой лайнап. Давайте посмотрим, что еще вообще есть хорошего у Кокосаса, потому как он прошел без поражений. Отмечали мы уже квест мага, достаточно стандартной редакции. Два Мурлока на добор используют. В принципе, как это обычно и бывает. Джейд Друида, ну, Джейд Друид с Куном. Прис тоже победил. И из паладинов здесь есть Страж Бури. Две Пожирательницы Трупов, само собой. Одна Печать Королей и один Алхимик, что приятно. То есть, все-таки против технических карт, таких как Вестник Рока, мы можем бороться. Что здорово, на агрессивной колоде подобное решение, оно очень круто заезжает. Но нет освещения. Ну что, поехали смотреть с вами, друзья, третью партию. Счет 1-1. Уя продолжает выступать на своем паладине. Это просто битва паладинов. Но один из них это Мурлок Паладин от Кокосаса, а от Уя это Агро. Пал, которого мы уже видели. Просто я тебя топтал. Да в лицо я тебе ходил. Сморк, друзья, для агропалакосов. Он идет 5-0. Просто вот. И Пала хочу попробовать, агро. Понятно, понятно. Нет, ну подожди. Я хочу попробовать Чернокниженика от Пин Пин Хоу, потому что там реально крутая контрольная редакция. Ну и надо сбалансировать, чтобы добавить перчинку в Хардстоу. Да, да. Агропаладин. Поехали. Ну что, тут озерного охотника приходится выставлять. Не хочется, но это хотя бы существо. Да, оно не погибает у тебя. Тут просто мелкие сошки как с куста залетают. В контроль стола мы уходим. Куча единичек. Добор. Бам. Все здорово. Грибнистый скакун не то. Поэтому играем Мурлока. И хотелось бы... Ложись. Он же Защитник. Но нет. Есть только Воскрешение. Топор. Стоп Дека. Получаем Патчиса. Просто вылетает, как пушка из колоды. Начинает убивать опять Гидролога. И все хорошо. А, не стоп. Он же уже... Все, все, пардон. Там же Корсар был точно. Итак, здесь мы получаем стоп Деком не самого сильного Мурлока, если сказать помягче. И объединяющим забираем Корсара. Война со стол продолжается. То есть как одному, так и другому. Очень нужно... Очень хорошо заходит Корсар. Корсар ломает прочность. И возможно здесь мы даже увидим, соответственно, размен Мурлока и фулл-фулл фейс. Я думаю, что даже пират Южных морей будет уходить в размен. Думаешь, серебряный клинок будет сохранять? Да, я думаю, что оставит под зачистку. Смотри, как распределяет ресурсы. Лишний раз все карты не отдает. Сразу видно опытного бойца на агроте. Ну, в частности, на агропаладине. А нет, еще остается для Кокусаса. Но нужно продолжать бороться за этот стол. Но вот разыгрывая искупление, паладинчика ставить не хочется. Если ты ставишь паладина рекрута, не играешь секрет, это сразу палится. Ты сейчас задумался, поэтому розыгрыш паладина рекрута и секрета также немного палится. А вот и подъехали хорошие топдеки. Это печать королей. Поехали, да. Тут просто выгодно для себя. Зачищаем стол. Печать королей. Я тебя в лицо снова топтал. Да, огневичок, который начинает просто неистово бить по пятерке. Божественная милость. Нужна теперь еще одни мелкие сошки. И приходит еще один грибнистый с каком. Ой, грибнистый. Нужен был любой мурлок первого-второго дропа. Даже скорее первого. Ты даже Тарима сейчас не можешь сыграть. А Тарима против этой колоды ты вообще не сыграешь. Это просто капец. Ты вроде как играешь Тарима, смиряешь огневичка, но даешь пробав оставшимся трем существам. Сколько мы в итоге теряем? Два. Получаем на стол и еще пять. Дело в том, что тебе даже играть нечего. Разве что грибнистого оппоненту на существ. То есть Тарима это точно нет. То есть ставя Тарима сейчас, ты выхватишь по лицу просто девятку. А с другой стороны, сколько ты так вытерпишь? Те же девять урона. То есть Тарим вообще погодникого не делает. Тарим плюс искупление, возможно, да, но опять-таки тоже как-то это все не выглядит суперкруто. Но рука хуже не придумаешь. Вот реально просто против агроколоды у тебя нет аутов, нет вариантов. А тут свой Тарим. Смотри, смотри, что есть, что пришло. Но пятеркой только по лицу нам сначала ударится. Определенно элементаль будет забирать сначала. А чтоб вам пять плюс шесть. Тут пятнадцать у пятерки. Десять. То есть нет еще, если мы играем... Через Тарима? Да, да, конечно. Не будет даже размениваться, судя по всему. Это у нас летал под Муэллой. Нормально. Все посчитал еще раз. Четко отыгрывать здесь у Я. Знает свою колоду и умеет готовить. Знает агропаладина, как с ним нужно обращаться. И как нужно по-быстренькому выносить всяких медленных ребят. Да уж. Ну вот, по-моему, Кокосаса сейчас вообще не понимает, что произошло. Он даже очки снял. Как, говорит, этот паладин вообще выиграл у меня. Оказывается, есть редакции более быстрые, нежели существующие сейчас Мурлок паладины. И я уверен, что мы... Да, даже быстрее, чем пират-воин. Я уверен, что мы на американских отборах увидим больше таких редакций. Потому как Америка, вспомните, постоянно любила именно такие вот изощренные, агрессивные редакции. Секрет магов. Секрет разбойных. Изощренные звучало многообещающе. Да, нормально. Агро-разбойниц мы видели. Вспомните, Амнезия как откатывал тоже. Я прям жду Америку, всё. Ант, который тоже любит подобную редакцию. Просто представляю, как собираются ребята, один агро-паладин и фейс-пират-воин, и они бьют друг другу лицо. Потом один выигрывает, они меняются, и опять на агроте бьют друг другу лицо. Нормальный план, такой прям хороший. Главное, чтобы эфиры были ночью. Ну и они будут ночью, собственно, потому как это Америка всё-таки. Это нормально. Ну, я думаю, что мы ещё ближе к завершению Азиатско-Тихоокеанского региона. Обязательно вам сообщим приблизительное время старта, чтобы вы ориентировались на следующих выходных. В общем, агро-паладины топят, друзья. Топят своих соперников в чая и в боли. И дальше настаёт время квест-мага. Боже мой, квест-маг. В турнире. Который идёт со статой 5-0 на секунду. И старт не самый бодрый для квест-мага. Но вот хотя бы третий ход у нас есть. Для жреца всё, в принципе, типично. Вот есть продолжение. Уже инженер-новичок заезжает. Антонидас. Первая часть комбинации. Супер, опять-таки. Как здесь выигрывать жрецу? Кровь из носу нужно на пятый ход сыграть. Разу. На восьмой ход сыграть. Андуина тёмного. Если ты будешь всё это время копать, то тебя просто убьют после комбинации. Потому как добора у подобного мага намного больше. Мне очень интересно посмотреть статистику. Кстати, Фолиант приходит с болтливой книги, что, несомненно, плюс. Мне очень интересно посмотреть статистику игры подобного жреца против квест-мага. Это большая редкость сейчас. Мёртвый противостояние практически для жреца. Именно квест-маг редко встречается. И в целом здесь очень тяжело выигрывать. Потому что квест-маг — это та колода, которой нужно время. Ты дашь ему время — всё, ты мёртвый. Ты просто ничего не успеешь сделать. А жрец тоже далеко не самая быстрая колода. В том-то и дело, что в абсолюте всё-таки у квест-мага шансов-то побольше. Ну, я, пожалуй, присоединюсь. Потому как, да, ему время, и всё, в один ход ты просто-напросто умираешь за счёт всей этой комбинации. Ну и, конечно, не стоит забывать о контроле стола, выполнении легендарной задачи и всё такое. Ещё надо помнить жрецу о том, что там два вышерских оракула, которые могут похоронить. Пожечь карты. Да, тебя, если сожгут андуина тёмного. Поэтому нужно и пытаться от картишек своих избавляться и не сильно жадничать. Ну а здесь фолиант пойдёт. На столе всего лишь две единицы урона. Для Кокосаса можно не бояться и отыграть фолиант. Семь карт на руках. Да. Ну, задачу здесь определённо быстро не выполнишь. Фолиант — это здорово. Фолиант даёт тебе, самое главное, перебор и выполнение легендарной задачи. А следующий фолиант — это ещё дополнительные опции. И смотри-ка, неплохое такое заклинание заходит. Ошибся, кстати, здесь Кокосаса, должен был он раскапывать другой фолиант, потому как даёт информацию того, что пришло с болтливой книги. Но это мелочи, но всё равно. Дыхание Синдрагосу у нас также отдавало здесь. Нужно давить. Нужно ставить максимально статовых существ. И помнить о том, что есть Вестник Рока. Поэтому Песник Рада лучше придержать. Хотя, с другой стороны, у тебя есть слово Тьму Боль. Ну, там такое количество заморозок, что рано или поздно всё-таки выиграет время своё маг, и он просто тебя забьёт. Поэтому в этом противостоянии плохо всё для Жреца, и всё у нас должно переходить к решающей пятой партии. С-блог активируется. Плюс ко всему видим новый секрет мага, который приходит. Это ледяные двойники. Кстати, интересный очень секрет. Ему не придали значения как-то за кучей новых карт. На эту особо никто не обратил внимания. Когда противник разыгрывает существо, вы кладёте две его копии в руку. Интересный очень каратишка. Часто становится сюрпризом, потому что люди банально об этом секрете не помнят и его не обыгрывают. Копии из лавы уже в размере двух штук. И в аккурат, сразу же после того, как был разыгран Песник Рад, пытаемся зачистить этот стол меньшими усилиями. Не мотал лучше всего. Всё остальное. Здоровье тебе не нужно в этом противостоянии. Тебя никак маг просто не забьёт столом или из руки существами не закидает. Нет, ничего подобного не будет. Ты сам должен давить. Если ты не давишь, ты проиграешь. Но по опыту редко, когда это давление заканчивается успехом. Потому как там броня, там слишком много всего. Есть минимальный шанс на то, что у него не будет чем откидываться. Вовремя не будет заморозок и тебе удастся как-то продавить. То есть максимум, на что ты надеешься, это ситуация, в которой на дне колоды Антонидас. Всё. То есть по большому счёту нам нужно что, десятый кристалл? Десять карт, если я не ошибаюсь. Да, десять карт у нас для Кокосаса и одна карта сгорит. О, Архимаг неплохо. Очень-очень сложно угадать, прям самая сложная задачка. Так, а что тут надо выполнить? Да, карта минус сейчас будет. Это снежная буря заморозка. Тут убийство начинается, потому как все карты есть. Есть две копии из лавы и всё. Тебе нужно просто выполнить легендарную задачу. Да, на счётчике один из шести. Но у нас есть фолиант, у нас есть добор, у нас есть всё, что нужно. Боже мой, фолиант за ноль. Секрет. Квест, что ты делаешь? Пожалуйста, прекрати. Там сломанный счётчик был. Там сломанный счётчик, там ручками не проставляли. И заморозка ещё и тебе в придачу. И фолиант. Ну вот, вот, вот что начинается, да? Собственно, мы разыгрываем, ставим Антонидаса и убиваем. И убиваем. Очень грамотная игра от Кокосаса. Видно, что он сыграл не один десяток игр на подобной колоде. Вот очень часто спрашивают, помимо того, какими колодами играть новичкам, ещё и задают вопрос, какую колоду не стоит брать. Так вот, лично по моему мнению, квест маг является для того, чтобы не просто кидать картишки, а хорошо играть на этой колоде с хорошим результатом. Квест маг — это непростой выбор. И, честно говоря, если вы хотите просто получить удовольствие от ладера, квест маг — это... Ну, если вы, правда, любите что-то такое, у вас хороший уровень игры, то квест маг — это ваш выбор. Но мне, например, нервов на него не хватает, честно. Откровенно говоря, колод много интересных. То есть взять нынешние милы редакции любые, да? Разбойница, Чернокнижник, Воин — все эти колоды имеют право быть, и на них действительно круто, интересно играть. Но для того, чтобы исполнять, так же, как на квест маге, на высоком уровне, тебе нужно много времени для этого потратить. Именно на квест маге ты должен наиграть очень большой пул матчей. Одно дело — научиться размениваться на пирот воине, да, и обыгрывать какие-то вещи. А другое дело — считать дешевление. А другое дело — на квест маге реализовывать эту комбинацию. Это далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. И тут у меня вопрос, опять же, к нашим зрителям. Друзья, как вы считаете, какая самая тяжелая на данный момент колода в игре? На какой колоде сложнее всего исполнять? Ну вот, друзья, многие пишут, что агрессия продавливает. Да, действительно, с агрессией, особенно с агрессией, у которой есть технические карты, такие как алхимики или разрушители чар, у них дела обстоят плохо. Поэтому квест маги не столь популярен, как на турнирах, так и в лагере. Но при всем при этом мы видим стату Кокосаса 5.0. Мы знаем Азиатско-Техоокеанский регион как один из самых агрессивных, в принципе, из всех остальных. Паладин и сегодня яркая демонстрация. Паша говорит, что Джей Друид – самая сложная дека, друзья. Вы можете отвесить ему. Фатик Воин, Контроль Воин, Мил Воин – это вот варианты от наших зрителей. Респект. Я считаю, что сейчас это Мил Воин, например. То есть редакция любых Мил Калод – одни из самых сложных исполнений. Фатик Вар может быть. Фраза, вырванная из контекста. Самый сложный Джей Друид – играю и плачу, играю и плачу. Мне кажется, ты сейчас про своих оппонентов, что они плачут, когда ты против них на Джей Друиде играешь. Это дядя Паша сказал, что для него самый сложный концепт – это Джей Друид. Это из чата тоже один из вариантов от наших зрителей. Друзья, спасибо большое за участие в нашем небольшом интерактиве. Мы постараемся почаще спрашивать у вас мнение на тот или иной счет. Ну а сейчас будет ли у нас адаптация? Адаптация или бунт? Бунт в виде полководца. Что у нас далее? То есть на полководце у нас слово тьмы «Боль» готово уже с точки зрения жреца. И даже «Темные видения». Далее у тебя есть «Кольцо света», «Зелье драконьего огня». Ну а если что-то где-то не срастется, то и «Божественная кара». Там уже пошли извращенные колоды из серии «Энзот Йог и Ширадж Паладин». И что-то в таком стиле. Нет, друзья, мы о нынешнем играющих в ладере. Или хотя бы на турнире. «Зелье безумия», наверное, да? Потому как «Божественные щиты» дают тебе возможность зачистить. Среднее «Зелье исцеления» сомнительно. Думаю, что «Зелье безумия». Тебе контроли в идеале нужны. Хил тебе здесь... Спасет ход один, но ты все равно умрешь на следующий. Толку от него, от этого хила. В этой встрече хил не играет роли. А вот «Зелье безумия» поможет разменяться. Все, поехали адаптировать. Надо «Божественный щит». И этот «Божественный щит» находится. Идеально. Ты спасаешься частично от «Зелья безумия», от «Кольца света» и от «Зелья драконьего огня». Причем дело в том, что тебе придется играть сейчас «Кольцо света» для того, чтобы сыграть на следующую уже «Зелье драконьего». Либо ты можешь сыграть по-другому. Либо ты можешь взять и сыграть с помощью «Зелья безумия». Но ты чуть-чуть намекнешь противнику, что у тебя есть зачистка. На самом деле оба варианта не просто намекают, а кричать в голос. Смотри, у меня из «Зелья», я его сыграю. Слово «Тьмы» и ужас был бы ключевым сейчас. Потому как ты зачищаешь три существа. Самое главное – мурлоки. Пятерка от «Мегазавра» тебя вообще никак не смущает. Ну и это, возможно, какой-то камбэк даже. Ну, тем не менее, здесь очень неплохая ситуация для «Жреца», несмотря даже на то, что этот ход получился вроде как пустой. А почему мы 2-3 не забрали, а забрали мурфизитора? Это ошибка. И Уя сам говорит об этом. И теперь пробав получает как раз-таки именно «Озерный охотник», который остался на столе. 4 единицы атаки, как вы все знаете, не так просто забрать. Но здесь стоит играть Гребнистого, нет смысла форсировать с печати, потому что что одно, что другое существо убивает слово «Тьмы» и «Смерть». Поэтому Гребнистый его заклинаниями не убрать. Только Гномоземли и, например, Жрицей можно забрать себе. Хочет больше урона вносить в фокусасы. Ну, ты сейчас сыграешь печать и получишь слово «Тьмы» и «Смерть». Ну, надеяться на то, что нет этого ответа. Ну, и сейчас посмотрим. Раза не то. Ответа действительно нет. Есть раза, слово «Сила щит» и 19 здоровья. Лира не то. Лира не то. Ну, и теперь мы вешаем пробав уже на «Озерного охотника» и продолжаем топить. Да? Причем игнорируем разу. А вообще неинтересно, что там все. И просто веселимся. И все. А вот и слово «Тьмы» — «Смерть». Как мы можем разыграть? Слово «Тьмы» — «Смерть» улетает в Мурлоко Волнамута. Разминиваем тут. Пустой ход получается, откровенно говоря. И с зельем ты можешь разобраться с... Зельем и с Холли Смайт, там, с Божественной Карой. Ты можешь разобраться с двумя существами. Но это затратно. У тебя остается 10 единиц здоровья на столе, 3 урона. Сложная ситуация. Вот есть два варианта, действительно, что выберет. Божественная кара в Мурлоко. Возможно, как раз-таки... Зелье и размен. Плюс здорово было бы найти Нематум. У тебя есть такой шанс на следующий ход. Ну, будет убирать, потому что это десятка урона. Нужно и Озерного убирать. И... Волнамута. Надеется Темной Жрицей забрать, которая зайдет, дай бог, на следующий ход. А тут еще один скакун. И поехали. Побег на кодом. У Козаока забирает. Но это он забирает уже, чтобы додавливать. Просто-напросто. Причем он забирает сейчас у Козаока под Рыцаря Смерти. Под Рыцарем Смерти он тебе банально под этим секретом не станет бить лицо. Ну, играем Рыцаря Смерти. А какие варианты? У нас 6 единиц здоровья. Мы хилимся, остаемся на 2. Топ-дек любого топора, пробафа, и все. Ну, сам знает прекрасно Уэ, что есть в колоде противник. И сам здорово отыграл на Агропаладине до этого. Я там смотрю, поддержка просто just do it, Кокосаса. Я так понимаю, что ребята болеют больше против ребят с агро-лайнапом, а у Кокосаса еще интересный лайнап. Это тебе паладин, это тебе также сюда очень крутой маг. Ну, вот и Уэ, друзья. Это популярное тоже нынче решение использовать 2 агро-колоды, использовать 2 стабильных пика, которые выигрывает практически всегда. То есть мы видим Жарец, Друид, плюс 2 колоды. Практически у каждого игрока. Здоровье, топим в лицо, Синопол, Огниусы, держи еще туда в довесок. Ну, и секрет по-прежнему пока не играем. Ну, чисто теоретически мы живем. Неплохой подход. Нам с Лирой нужно находить сайленс. А мы разыграть Лиру не можем никак. Не, ну почему? Лира, а слово тьмы смерть? Ну, да, но... Но нет. Ну, вот как-то хочется хил найти больше, да, и вот с Жреца Обжора прямо сейчас его получить. Гарантированно выжить. Да, думаю, что он будет именно. ШВД используется. Ну, и опять же, шатобайт на размер. Да, прямой. Плюс стал нас, и таким образом мы разыграли всю руку, но оставили лишь 4 дни с уроном на столе. То есть тут все еще очень и очень неоднозначно. Прям финишная прямая. О, это кобыла, боже мой. Как ты видишь эти карты? Так они, когда перевернутые, залетают. У тебя прям зрение. И мы играем секрет. Я вижу хорошо вдаль, ты вблизь. Идеальное просто совпадение. Есть такое. Ну что? Тарим нужен. Просто компенсация комментатора, понимаешь? Да, да. Один должен хорошо видеть вблизи, один вдали. Что, копаем со сверхкорня Тарима? Поехали. Нет, не копаем. Понял. Так бы сразу. Ищет хилл. Среднее лечебное зелье, возможно. Да, но он-то как бы дает 12, а ищет, возможно, вот такую вот картишку. Неплохо. Сайленс. Только вот... Ты, конечно, хилишься под жрецом-обжорой. Но остается 2 единицы урона на столе. Ты, на самом деле, еще шипа кобыли стреляешь с обилочки у нас. Сайленс. Мы получаем хилл. Да, да, жрец. Мы еще можем проатаковать жрецом. Неужели это будет камбэк? Ну что, серебряный клинок сейчас летал и не дает, но серебряный клинок подводит под одну единицу здоровья. Это кобыла. Была, которая не дает летал. Но это один офф. А у тебя око за око висит. Но там есть жрец-обжора, в общем-то дело. Вот. Тебя захилят на полное. Ну, в любом случае... И тебе тут надо задуматься даже по поводу того, кого забирать. Может, даже лиру. А лира принесет очень много боли. Но тогда ты не выиграешь в этой партии вообще никогда. Не, ну почему? У тебя еще кобыла 5-5 на столе. Я думаю, что есть смысл лиру забирать. Не думаю, что даже жрец-обжора надо его забирать. Потому как он... А лира может тебе наоборот варианты дать. Те же тоже заклинания на хил, к примеру. Ну и вот тот ход, когда вот... Одна единица здоровья. Одна единица здоровья, когда Кокосаса не успевает. И все было для него просто сказочно. Просто невероятно. Но... Кого мы забираем? Надо забирать жрец-обжору. То есть тут уже считалочка пошла в ход от Кокосаса. Так, веники-беники, венглира уходит. Ну и поехали. Крутим. Кручу, Верачу запутать. Три карты. Пожирание разума. Ну, неплохо. Похитительница трупов. И два мурлока. Ну, хотя бы синергия. Самое главное, что мы еще... А вот и зелье. Ну, это все. Да, пожалуй, поддержу. То есть у нас есть размен всего стола и очень много здоровья. И непонятно, как твой противник вообще будет выигрывать. С тем секретом, который висит. Ну, потенциально может быть рывок из серии... Тарима. Тириона. Да нет уже. Ну, как бы жрец обжора, который стоит на игровой доске. Что ты будешь с ним делать? Ничего. Все плохо. И вот в тот момент непонятно, кого нужно было забирать. Забирать жреца обжору логично. Ты не даешь хилиться, но ты игнорируешь лиру. Твой оппонент крутит лиру и может хил найти оттуда. Ну, вот патовая ситуация. Пожирательница трупов. Ну, я думаю, что на этом все. А мы забираем, конечно, на жреца обжору. Ну, а вдруг там искупление, либо побег на кода. А можем ли мы от этого отыгрывать? Нет, не можем. Поэтому... Ну, Кокосаса понимает, что он проиграл эту партию. Бейся, не бейся. А все равно это 10 единиц урона. И можешь ли ты погибнуть на следующий? Ну, нет. Ход ты еще поживешь. Ну, это побег на кода. Желает удачи своему сопернику. Здесь Кокосаса говорит. Неплохо сыграно. Неплохо катал на агропаладине. Потрясающе. Великолепно. Ну и все, поехали. Зелье безумия. Мы получаем еще 3 единицы здоровья. Разбираем стол. Хилимся. Наносим урон. Ставим похитительницу трупов. Опять наносим урон. Ну, здесь уже все. Ну что, Уиа, поздравляем его. Он по швейцарке. Идет со счетом 6-0. И это несомненный единственный фаворит. Просто Карасаса. 6-ти раундов. И это агропаладин, друзья. Агропаладин, который уничтожил. Унижает и унижает своих соперников на хорошей ноте. На мажорной Уиа. Поздравляем тебя. Божественное выступление. Доволен. Видно, что доволен. Оппонент подавлен. Ну, ребята сторожались очень достойно. Вот последних несколько противостояний у нас получились очень крутыми. Ребята играли до 5-й решающей. Все партии напряженные. И решалось буквально там в 2-3 хода. Очень близкие игры. И это круто. Неинтересно смотреть, когда кто-то из игроков на порядок сильней, на порядок выше. И ты уже сидишь, смотришь. Ну, все понятно. А тут именно борьба. Перетягивание каната. Попытка как-то обмануть друг друга. Это работает и выглядит очень неплохо. Причем, что приятно видеть от Азиатско-Тихоокеанского региона. Все-таки контора Джей Друидом. То есть они пытаются это делать, не получается вообще. Мы видим, как Джейды просто бахают. Сегодня то, что мы видели на стриме, конкретно мы с тобой вдвоем, во второй половине нашего эфира, два анти-друид-лайнапа сразу проиграли друидам. Вот буквально первая встреча, они проигрывают друиду. Это именно то, из-за чего друиды сейчас Тир-С, так называемый Тир-регион, где ты вообще не можешь выиграть, то есть значительно сильнее колоды. Это Джей Друид, это Агро Друид. Причем я уверен, что Агро Друид там только из-за того, что на мулигане ты не знаешь, против чего мулиганиться. Поэтому мулиганишься не совсем правильно, и на этом у нас Агро Друиды выезжают. Друзья, у нас небольшая двухминутная пауза. Впереди у нас еще несколько...